Добрый день, доброе утро или добрый вечер, где бы вы сейчас не смотрели эту трансляцию. Добро пожаловать всем, добро пожаловать всем привет вам, огромный из Балтимора. Сегодня у нас 29 августа 2020 года от Рождества Христова. Ну что ж, друзья, спасибо большое еще раз вам, что вы присоединились к нашей трансляции. Большое благословение, просто осознавать, насколько мы друг с другом связаны. И как Господь переплел все наши жизни вместе. И это удивительно, как мы можем быть благословением друг другу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Давайте с вами просто буквально несколько этих мгновений подарим Господу наше сердце снова. Пригласим Его в наше сердце, чтобы Он мог в этом сердце быть всем, всем, чем Он хочет быть. Слава Тебе Господь! Слава Тебе наш Небесный Отец, наш Папочка Небесный, самый близкий, самый верный друг. Мы приглашаем Тебя сегодня снова в свое сердце, как ты сказал, что ты стоишь и стучишь. И мы хотим сегодня слышать этот голос. Мы хотим отворить дверь Тебе, Твоей жизни, Твоему голосу. Спасибо, что ты живой, что ты неизменный, что ты не просто запечатлен на страницах своего слова, но что ты живое слово. И ты говоришь сегодня здесь, к нам, в нашем сердце. Каждый день ты ведешь с нами общение. Спасибо Тебе! Слава Тебе! Спасибо, что мы имеем доступ сегодня во дворы Твои, в престолы благодати. И мы можем с дерзновением сегодня ходить в этот двор Твой, Господь. Без всякого страха, стыда, благодарим Тебя сегодня за кровь Агнца Твоего, которого Ты пожертвовал ради нас, ради всего мира. Славим Тебя! Благодарим Тебя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава! Слава Тебе, Господь Вышний! Слава Богу! Это чудо! Благодарим Тебя за это чудо Твоей любви! Слава Тебе! Аминь! Аминь! Друзья, мы давно уже не выходили, несколько недель не выходили на связь через видеопроповедь. Но сегодня у нас хороший день был здесь. Мы проводили здесь, в Балтиморе, онлайн, молодежный лагерь онлайн. Это первый раз так мы привели с молодежью из корейской церкви города Ферфакс, где я провожу еженедельное служение. И сегодня мы провели такой лагерь, мы делали его весь день, с утра до вечера, с живым поклонением, с тремя проповедниками. Я был один здесь из Балтимора, другой из Вирджинии, третий из Калифорнии. И мы провели такое чудесное общение, чудесный день был, слава Богу. И тему, которую мы затронули сегодня, и я хочу ее немножко продолжить, осветить ее здесь, в этой проповеди. Эта тема называлась, как в следующем образом, называлась Божье присутствие посреди нашего шторма. И интересно, что именно в этот день, три года назад, именно в этот день, 29 августа, когда мы еще были в Тюмени, мы очевидны, что 29 числа проходила какая-то шуря буря, проходила в Тюмени. И когда мы жили в Букино, иногда там проходили такие интересные бури, такие облака мы видели, и гром, и молния. Было на что посмотреть. И в тот день я написал вот такой небольшой пост в Фейсбуке. Я сегодня открыл, и мы как бы как раз именно об этом говорили сегодня весь день на молодежном лагере. И о чем я написал тогда? Я написал о том, что мы, друзья, делаем, когда идет буря. Обычно, естественная реакция, мы прячемся, мы пытаемся найти укрытие, и в этом месте мы пережидаем, ждем, пока буря пройдет мимо, и мы сможем снова выйти на улицу. Мы не остаемся снаружи, мы не пытаемся драться с дождем или с ветром, мы просто укрываемся. Мы ждем, когда буря пройдет. И мы можем быть как Дун Кихот. Помните, да, этого благородного рыцаря, который был немножко не в себе. И этот рыцарь, он боролся с ветряными лестницами, мельницами. И, к сожалению, да, он плохо кончил. Но это то, что мы можем как бы делать, да, к будущей верующим. Мы можем быть занятыми вот этими ветряными мельницами и пытаться бороться с ними. В конце концов, мы боремся просто с иллюзиями. И так важно, чтобы то, через что мы проходим, те бури, которые вы, возможно, проходите сейчас, жизненные, да, перипетии, чтобы мы действительно посмотрели на них через ум Иисуса Христа. И когда мы увидим эти вещи его глазами, мы сможем действительно прийти в совершенно другое состояние духовной зрелости. И сегодня я хочу посмотреть на две истории. И теперь одна история из Евангелия от Матфея, 14 глава. И первая история, это история о том, как Иисус после очень такого занятого дня... Давайте почитаем историю, 22 стиха. Матфея, 14 глава, 22 стиха. Сразу после этого он велел ученикам сесть в лодку и плыть на другой берег, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Расставшись с народом, он поднялся на горы, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, он был там один. И лодка была уже на расстоянии многих стадий от берега. Она боролась с волнами, потому что ветер был встречный. На рассвете Иисус направился к ним, он шел по морю. Когда ученики увидели, что он идет по морю, они перепугались. Это призрак. Закричали они в страхе. Успокойтесь, это я, не бойтесь, тотчас заговорил с ними Иисус. Когда Петр обратился к нему следующими словами. Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе по воде. Иди, сказал он. Петр вышел из лодки и пошел по воде, направляясь к Иисусу. Но увидев, как силен ветер, испугался и стал тонуть. Спаси меня, Господи. Закричал он. Иисус сразу протянул руку и, подхватив его, сказал, Малаве, зачем ты усомнился? Когда они вошли в лодку, ветер стих. Ученики в лодке склонились перед Иисусом. Воистину, Сын Бога, сказали они. Переплыв в море, они вышли на берег Ганессаретия, узнав его местные жители, дали знать об этом все округи и понесли к нему всех больных. Они просили его разрешить им хотя бы прикоснуться к краю одежды. И все те, кто прикасались, выздоравливали. И мы посмотрим еще на одну историю, которая у нас записана в книге Марка. Но мы чуть попозже посмотрим эту историю. Но сейчас давайте мы поразмышляем, друзья. Итак, во-первых, 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 во-вторых, мне хочется, наверное, все же сегодня немножко поговорить о чем-то другом. Хотя эта история, она очень меня затронула. Но мы прочитаем, наверное, историю лучше еще одну. Давайте еще прочитаем одну историю из Евангелия от Марка, 4 главу. Так. 35 стих здесь говорится. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. Поднялась великая буря. Волны били в лодку. Так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглаве. Его будят. И говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же, что и ветер, и море повинуются ему. Вначале мне хотелось немножко поговорить, как мы сегодня говорили на нашем молодежном лагере, но я верю, что нам нужно немножко за другую тему затронуть. И эта тема, тема-тема касается того, как мы с вами воспринимаем духовный мир. Понимаем ли вообще мы духовный мир? И вот интересно, да, что вот в этой истории, когда Иисус переправлялся с учениками через это море, и началась эта буря, он обращается, да, его будет, он обращается сразу к этой буре, и он говорит с бурей, и он говорит ей, утихни, умолкни, перестань, да, умолкни, перестань, и буря сразу перестает. И в одной из Библий, я прочитал очень интересный комментарий по поводу этой истории, и в пятой главе, да, в следующей главе мы видим, что Иисус столкнулся с демонизированным человеком. Это очень важно, друзья. И там было такое огромное количество этих бесов и демонов в этом бедном человеке, который жил в цепях, в этих гробах, и он изгнал, в пятой главе он изгнал этих бесов, они вошли в свиней, и все это количество, более двух тысяч свиней погибло. И это было, ну, это было очень серьезное, как бы, освобождение, да, от этого человека. Целый легион, целый легион, около 12 тысяч, да, этих бесов были в одном человеке. И вот один из комментаторов, да, вот, к этому отрывку, об этом, об этой буре, он говорит, что демоны, да, предвкушая, зная, да, что в их сторону направляется Иисус, они делали все возможное, чтобы остановить его. И эта буря была не просто обычная буря, это была буря, за которой стояло, стояло царство тьмы. И они хотели остановить Иисуса, они не хотели, чтобы этот человек был свободен, они не хотели, чтобы Евангелие Царствия было проповедовано потом, потому что этот человек потом Иисус ему не дал пойти за ним. Он сказал ему, чтобы он пошел и проповедовал Евангелие и рассказал, что Бог сделал с его жизнью. И вот, да, вот интересная история. Конечно же, Иисус был абсолютно спокоен. Он имел власть. Вот это не была просто власть над природой. Нам это очень важно понимать. Это была власть, его власть была над царством тьмы. И понимаем ли мы с вами, верим ли мы на самом деле, что когда Господь нас спас, когда мы родились от Него свыше, как написано в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, что Он перевел нас из царства тьмы в царство Света, в царство Своего Света. И что вот эти царства, царство тьмы и царство Света, это реальная реально существующие царства, невидимые царства. Но они именно те царства, которые в принципе, друзья, стоят за происходящим в этом мире. и сейчас я пытаюсь вспомнить, я найду эту историю, где Иисус, помните, Он говорит о бесах, когда человек, из него изгоняются семь бесов, и они ходят, эти бесы потом идут по земле, и они ищут, они не находят покоя. И затем они говорят, они говорят друг другу, пойдем проверим место, с которого мы вышли, свободно ли оно. и затем они находят это место, и сказано, что они вернулись, они нашли это место чистым, ухоженным, но не занятым. И поэтому они сказано, что они пошли обратно туда, и сделалось тому человеку хуже, чем ему было прежде. Я постараюсь вспомнить точно, где этот отрывок есть, Евангелие от Луки. И вот мы видим, что какова на самом деле цель, цель духовного мира. Чего ищет, ищет, чего желает дух. Человек по своей природе, мироздания, он был створен быть духом. Это его первоочередная сущность, его бытия, это его дух. Это не душа его даже, не его тело, тело тленное, душа, она тоже, к сожалению, она падшая, но дух человека, это светильник господом. И дух это та священная его часть, которая была сотворена изначально господом, она была сотворена, чтобы она была занята богом. То есть бог оставил это место, этот дух, он оставил человеку право, чтобы пустить бога в свой дух, пустить его в свое внутреннее бытие, духа его. И чтобы в этом духе человек мог обрести единство со своим создателем, творцом. И благодаря завершенной работе Христа, то есть у нас, то есть новая эра, эра духа, эра благодати, с того момента, когда теперь на земле нет необходимости иметь храм, как это было в Израиле. То есть не было теперь каждый, кто рожден от Бога, он становится храмом. Он храм Бога Живого. 1 Коринфянам 6, 19, 20. Теперь вы храм духа. Вы и я, мы храм духа. Каждый и как церковь мы являемся храмом присутствием самого Божьего духа. И это было изначальное Божье предназначение для всего своего творения, чтобы Он наполнял все во всем, чтобы Христос мог наполнить каждого. И только когда действительно Дух Божий наполняет человека, только тогда по-настоящему человек спасается и соединяется с Богом, имеет живое, живое нерелигиозное общение со своим Создателем. И мы видим в Ефесянам 2 глава 1, 2 стих сказано, что Дух Бог века сего, что Он действует в ценах противления. То есть человек, который и мы с вами будучи без Бога, то есть мы были ослеплены Богом века сего, мы жили под воздействием наших желаний, то есть нашей естественной природы, нашей плоти, то есть мы хотели исполнять желание плоти, будучи контролируемы духом века сего, духом поднебесным. И если мы понимаем вот эту маленькую простую, мне кажется, но очень важную истину, что Дух ищет Божий Дух и также Дух нечестивый, этого мира, он ищет сосуд, он ищет место пребывания своего, он ищет незанятые места, и мы знаем, да, мы знаем, читая Евангелие, да, мы знаем, что были буквально одержимые люди, да, бесами, есть люди, о которых мы слышали из истории других людей, которые были одержимы, были освобождены от духов, особенно это может быть в каких-то странах Азии или Африки, где очень сильно практикуется колдовство, и это как бы на самом деле это очень важно понимать, что это является дверь, это открытая дверь для того, чтобы вот эти, этот духовный мир, бесовской мир, он мог иметь доступ в души людей, и и возможно, да, не в каждом случае, да, это приводит к тому, что буквально дух вселяется в человека, но так как духовный мир реален, мы понимаем, что воздействие этого духовного ослепления и воздействие этих духов, они безусловно будут, это воздействие оно будет происходить в нашем мире, и есть, да, друзья, есть определенные границы, которые они, о которых они знают, этот духовный мир, он знает, как далеко он может заходить, Бог все равно эти границы соблюдает, он знает, но если человек становится неосторожным, или он начинает допускает какие-то определенные вещи в свою душу, то в конце концов эти духи могут разрушить жизнь человека, начиная как бы начиная прежде всего каких-то определенных душевных проблем, и потом это переходит возможно даже и физические проблемы, и к чему мы это все говорим, да, мы действительно сейчас живем в такое очень интересное время, когда легко впасть в смущение, давайте так назовем это, впасть в смущение, и апостол Павел, и Иоанн, Иоанн Греис, они все писали, да, вот об этих, о том, чтобы, чтобы мы не каждому духу верили, чтобы мы испытывали дух, что от Бога, что не от Бога, чтобы мы не просто открывали дверь любой информации, чтобы мы были действительно как блюстителями, да, в своей жизни, в своей души, и мы самое главное, да, посреди всего вот этого смущения, которое вокруг нас, чтобы мы переживали наше единство с тем духом Божиим, с которым мы соединились, мы стали едиными с духом Христа, и что на самом деле, что может быть на самом деле лучше, друзья, и что может быть еще более прекрасно, да, какая большая защита есть у нас, да, от вот этих внешних воздействий, да, от той информации, от того смущения, которое исходит извне, чем то, что мы с вами переживаем близость с нашим с нашим небесным отцом в духе. И конечно, я верю, что я верю, я верю, что Божье слово учит нас об этом, что верующий, верующие Божье дитя, да, то есть храм Божий, он несовместим, первое постаново Коринфянам, простите, второе постаново Коринфянам давайте я прочитаю этот отрывок, не как бы несовместим храм Божий, да, с со служением бесов, бесам, да, давайте точно мы прочитаем это. потерпите мою медлительность да, вот давайте посмотрим 2 Коринфянам 6 глава мы можем прочитать немножко весь отрывок, а потом вы можете сделать тоже выводы размышлять об этом, это пишет Коринфянам, да, помните, это Коринфянская церковь, многие верующие вышли из очень таких из разных языческих культов, которых практиковались и храмовой проституции, и приглашение идолов жертвенного, то есть там были оракулы, которые могли пророчествовать и говорить всякие вещи, да, то есть сверхъестественные, реально сверхъестественные вещи. И вот Коринфянская церковь, да, она испытывала скажем так всплески, да, вот из этого прошлого, где верующие еще не были до конца освобождены, да, вот от этого, от этой закваски языческой, и вот что апостол Павел говорит, 6 глава 2 посланника Коринфянам, не преклоняйтесь под чужой ирмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, или дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Очень строгий на самом деле язык апостола Павла, он это понимал, он понимал, кто такой Велиар, что такое идолопоклонство, он понимал, какая вообще стоит духовная природа за этим, и что он как бы два раза здесь говорит о том, что какое есть общение праведности с беззаконием, какая совместимость соучастие верного с неверным, то есть мы это не означает, что мы вообще не общаемся с неверующими, с неспасенными, не знающими Господа, мы должны понимать, что человек, который находится, он ослеплен Богом века всего, он движен идеями определенными, верованиями, которые исходят из тьмы, и конечно мы любим любого, мы любим каждого человека, мы желаем спасения каждого человека, чтобы каждый человек познал Христа, но насколько мы далеко заходим в мир, насколько мы глубоко пускаем мир в свою жизнь, это очень важный вопрос, то есть какую информацию, какие идеи мы слышим и позволяем ли мы этому настолько влиять на нас, что это крадет у нас мир и покой Христов, и мы становимся движимыми, да, вот этими, тем, что происходит, тем, что происходит в мире. Господь здесь говорит, да, не прикасайтесь нечистому, не прикасайтесь к этим вещам, я приму вас, то есть есть определенные, да, для нас с вами границы, да, к тем вещам, к которым мы прикасаемся, к которым мы пускаем в свою жизнь, понимая, что за этим может стоять определенный дух. Я сейчас не пытаюсь, как бы, не занимаюсь страшилками, пытаюсь пугать вас или меня, но как бы внутри у нас есть вот этот как бы внутренний как бы как это лучше, термостат, да, не термостат, а термометр, давайте лучше назовем, который в принципе показывает температуру нас внутреннюю. Действительно мы переживаем плод духа, плод духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, вот плоды, плоды духа. То есть, это результат быть того, что мы наполнены духом, друзья, духом, опять мы говорим, где-то, то есть, мы наполнены духом, потому что мы питаемся от древа жизни, мы питаемся живым словом, мы переживаем Божье присутствие, это не просто какое-то религиозное для нас понятие, то есть, у нас есть живое общение с Господом, которое исходит изнутри нашего сердца, мы испытываем эти действительно живые реки духа, живущего в нас. Это не просто теология, это не просто доктрина, это живое общение, которое вы, я, мы можем переживать, потому что мы с вами являемся детьми Био, и дух Бога нас наполняет, наполнил нас, да, но когда мы пускаем свое сознание в другой дух, другую информацию, и мы начинаем как бы ее пытаемся обрабатывать, начинаем как бы рассуждать, начинаем с кем-то спорить об этом, то, друзья, мы теряем этот покой. И та буря, о которой мы сегодня вначале сказали, она на самом деле происходит у нас вот здесь, она происходит у нас в голове. Внешние бури, они внешние ситуации жизни, они проходящие, приходящие. Одна, вторая, третья. Но здесь, да, внутреннее, то есть внутреннее буря, результат того, что мы не покоимся, мы не покоимся, мы не покоимся в Боге нашего спасения, то есть мы покоимся в чем-то внешнем, мы пытаемся найти во внешней, мы пытаемся все время найти внешнюю поддержку, внешняя поддержка, помогите мне помогите мне помогите мне да то есть мы вообще нет нет не понимаем да что то что 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 вы я мы стали храмом бога храмом духа святого и и зрелость дал я прочитал очень замечательную фразы боюсь соврать то я сказала нами настолько меня укрепила какой-то из классиков наверно то сказал он сказал что это фредерик перлз я не знаю кто такой но то что он сказал мне показалось настолько актуально зрелость это переход от ожидания внешней поддержки к обретению внутренней и так еще раз зрелость это переход от ожидания внешней поддержки к обретению внутренней я не знаю верующий был верующий был человек или он еще жив посмотрю кто этот человек ну вот да для верующего это настолько истинно что понимаете да то есть вот эту внутреннюю поддержку которую он имеет 24 часа в сутки постоянно через пребывание на через пребывание в боге своем мы же как бы настолько привыкли до что нам нужна все время внешняя поддержка обязательно должны все молиться если за меня не помолятся то все как бы небо упадет на землю то есть мы как как ученики вот эти до которые в лодке которых был спаситель и когда началась вот эта буря друзья они они не понимали что они не понимали к сожалению еще это еще до этого они не выросли они не выросли тому чтобы понять духовную природу этого этой буря это было демонический шторм и иисус их упрекнул он сказал мало веры мало веры вот вот друзья вот проблема христиан этой это не мир это не дьявол друзья это не наша проблема 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 маловерия то что внутри нас как бы к сожалению как бы вера и горчичного зерна нету то есть на мы настолько мы настолько распылили свою веру во все что только можно что а вера до в того истинного да в тот истинный источник спасения у нас как бы уже нет потому что вся вся наша вера она возложена на внешне и нас нас не должно удивлять что какой-то шторм демонический какие-то обстоятельства исходящие с демонической среды они как это как буря в стакане то есть для христа это просто он он говорит вы мало веры вы мало вера почему вы позволили это сомнению вас победить победить вот сколько надо сколько нам надо быть верующими до 50 или 100 лет чтобы сказать бог я это все как бы я вижу этот все умом христа все у меня меня хватит убаюкивать хватит меня меня жалеть вот это как мы очень любим да пожалейте меня братья сестры пожалейте меня мне так плохо да нам бывает плохо но давайте мы будем зрелыми давайте будем учиться с богом иметь общение давайте мы узнаем бога по-настоящему не просто в теории не просто в уме своем опознаем его в духе потому что нам мы были наполнены этим духом у нас есть все необходимое для жизни благочестия все только только вера у нас очень маленькая да она туда-сюда туда-сюда вот почему да яков говорит 1 главе 5 1 глава 5 стих да он говорит что просите мудрости но спросите немало не сомневаясь потому что сомневающий человек он подобен волне морской вот морская волна да вот она она качается в разные стороны ты он говорит что вот такой человек двумысленный да он он все время нестабилен своих путях потому что он он позволяет сомнению в краса вот когда это сомнение вкрадывается тут вся работа до как бы божьего духа она становится для нас она она просто как бы она где-то там и все и наши сомнения да вот она становится он мы заразились этим сомнением мы заразились этим страхом да то есть да есть этот вирус мы нужно сейчас понимаем да что что мы заражены больше страхом человеческое человечество сейчас заразилась больше страхом чем действительно на реальным вирусом этот вирус до страха он сейчас больше делает вреда людям и верующим людям особенно которые трясутся да из-за страха да конечно неприятно переболеть я знаю некоторые привали да это неприятно переболеть но неужели вы я мы мы думаем что мы помрем раньше времени об давид говорит что в твоей книге господи записаны все дни для меня назначены богу уже назначен день вашей смерти он не придет раньше раньше назначена то есть вот есть день в его календаре он говорит вот в этот день мой мой милый дорогой я забираю тебя не раньше не позже как бы ты можешь конечно хвататься ты можешь не говорю что надо просто как бы лапки вверх и помирать лежать да то есть мы все равно как бы у нас есть механизмы самосохранения мы пытаемся мы делаем все возможное чтобы жить дальше не не надо сдаваться но не надо друзей бояться и нужно жить в страхе что все вот моя жизнь закончится раньше чем чем это надо бога ключи допомним да у бога ключи от ада и смерти у бога не у дьявола то есть дьявол он мастер на всячески на всяческие вот эти как мы говорим как это лучше называть да в общем он он любит до постращать он любит а это его это его манера друзья и и в этой бури до которым о котором прочитали да сегодня да вот мир с этой информации он пытается накрывая до информации чтобы еще больше страха еще больше сомнения в боге я и вот единственно так как замечательно говорил майкл уэллс единственно что бог за нас не может сделать это успокоиться это быть в покое вы это успокойтесь будь тихими и познай что я бог слом 45 11 я твой бог я твой бог у тебя есть бог сколько надо тебе еще 30 лет или сколько еще сто лет ты надо еще прожить чтобы быть в этом циток окончательно поверить что у тебя есть бог и что он твой отец что ты имеешь ты имеешь его да как свою свою защиту свою он ты его храм и и может быть уже пора перестать жить этой внешней поддержкой опираться на плод человека начать жить внутренней поддержкой вот с этого начинается как бы наша зрелость вот этот мы как бы проходим это время сомнений мы перри переступаем эту черту и мы понимаем что единственно да как мы можем вот противостать этому да это то что мы живем в единстве с нашим господом просто живем переживаем день за днем и мы взираем на господа иисуса христа евреям 12 глава стих 2 взирай на начальника и совершителя нашей веры и вот я недавно да попросил нас всегда в наш нашим чате церковном я попросил друзья возьмите каждый 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 кто может возьмите одну одну от 1 стих из библии каждый день из евангелия из из посланий и увидеть христа иисуса увидеть его образ увидеть его природу и созерцайте христа созерцайте его как в вашего агнсон созерцать его как сына божий прозерцать его как пастыря который положил за вас душа в зерцайте его как вашего близкого друга как брата вашего как вашего haddata и вашего адвоката. Созерцайте его, как совершенную жертву вашего спасения. Созерцайте его, как хлеб жизни, как вашу лозу. Созерцайте его. Созерцайте его. То есть, возьмите его картины. Это все Писание, все Евангелие, оно в том, чтобы нам смотреть на Христа. И когда вы видите Христа, и Дух вас не подведет, когда вы взираете на Христа, вы видите Его совершенную природу. Она совершенна, она без пятна и задоринки. И это то, что приводит нас в покой. Он совершитель нашей веры. Он приводит нас ее, вот как мы говорим, что значит совершитель? То есть, Он приводит ее к зрелости. И оно приходит в созерцание его, как истинного нашего Бога, нашего истинного образа. Возьмите один стих. И это не трудно, потому что Иисус, Иисус Христос, да, Иисус Господь, Дух в нас, да, Он свидетельствует о Нем. Он указывает наше внимание все время на Христа. Он говорит, смотри на Христа, смотри. Как смотри? Вот, вот Его образ здесь. Он открыт вам. И этот Христос живет в вас. И если мы размышляем о Его природе, наш, наш Дух, Он сразу как бы улавливает этот, эту истину. И Он приходит в покой. Потому что этот Христос, который в Слове, Он, Он, Вы его тут же видите в себе. Вы видите Его в этой, в этой ситуации. Вам есть на что опереться, да, у Вас есть внутренняя поддержка. Это Иисус Христос, живущий в вас и во мне. Вот, Ваша, друзья, поддержка. Это не я. Не я, Ваша, поддержка. Пастор Павел, там, или еще один пастор, или третий пастор. Мы как бы, мы лишь просто служители Слова. Слова жизни. Я нуждаюсь так же в этом Спасителе, как и Вы. Я благодарю Бога, что я имею это. И Вы имеете то же самое. У меня ничего нет. Я не наделен большим даром Духа, чем Вы. Вы имеете того же дар, Вы имеете того же Духа, что я и Вы. Вы можете, Вы можете меня наставлять. Вы можете меня Духом, меня, да, и ободрять, и обличать, может быть, даже, да. Вы можете, если Вы наполнены этим Духом, Вы видите Иисуса Христа, Вы имеете самую величайшую поддержку. Друзья, да, настанут такие моменты, когда, может быть, кто-то, да, кого мы любим, кого мы ценим, кто очень дорог нам, что этого человека не будет рядом с нами. И это, возможно, бросит вызов, это забросит сомнения в нашу душу. А в правильном месте, с правильными людьми, и так далее, и так далее. То есть, многие, да, многие сомнения могут начать, как бы, атаковать наше сознание, да. И вот, и этот момент, да, когда мы, мы говорим, вот, моя, моя надежда в Нем, во Христе, Он не изменен. Что, спросите меня, я хочу вас спросить очень просто, да, вот что, что бы вы начали делать, если вы вдруг узнали, что пастор Павел потерял веру? Пусть, ну, такое невозможно. Да неужели? Я знаю, мы знаем пасторов, которые, они всю жизнь посвятили Христу, и потом раз, однажды, они, бац, они все потеряли, они перестали верить, ни в чем-то разочаровались. Я знаю людей, у которых, которые разочаровались, да, потому что кто-то другой их подвел их в веру, потому что человек, как бы, подвел их в веру. Я хочу сказать, не в этом наша надежда, наша надежда во Христе. Я вас просто призываю к этому, простой практике веры, созерцания Христа. Начните ее прямо сегодня. Возьмите одно, один стих из Писания, говорящий вам об Иисусе. Вот просто он говорит об Иисусе. Возьмите этот один стиль. Попросите Святого Духа. Дух Святой, пожалуйста, открой мне Иисуса. Открой мне Иисуса Христа. На завтрашний день делайте то же самое. И вы увидите, что личность Иисуса это вот как этот многогранный алмаз. Это личность всей благодати, вся полнота Божества в нем. И если вот эта полнота Божества, всей природы, все его обеспечения, всей любви, благодати, терпения и верности, если это все во Христе, а этот Христос в вас, то скажите мне, пожалуйста, есть ли в чем-то, в чем вы терпите недостаток, если вы имеете его? А если вы имеете сына, вы имеете еще и отца в придачу. Оптом, как говорится. Отец, сын, Дух Святой. Вы все, я это все имеем. Мы имеем эту полноту Божества внутри нас. Друзья, мы обеспечены Богом. Бог позаботился о нас в этом мире. Да, может быть, может, у меня не будет сразу, как бы, всех земных благ, как мы хотим. Но, друзья, все духовные блага, все духовные сокровища, они пришли в одно мгновение. Они пришли в нашу жизнь, и они наши. мы можем смотреть на все эти шторма, заняты внутренним штормом своим, вот смотреть его, как бы, этот шторм в стакане своем, и как бы, и думать, и думать, и думать о нем, и искать, где, какая внешняя поддержка, кто мне что скажет, кто мне чем поможет, кто меня погладит по головке. Или я скажу, я благодарю Бога, даровавшему мне победу Иисусом Христом. Я благодарю Бога, благодарю Бога, что от любви Его никто меня не может отделить. Никто! Никакие начальства, ни власти, ни будущее, ни настоящее, ничего, да, из существующего, да, то есть, ничто не может встать и отделить меня от того, кто живет во мне и в вас. Может быть, я повторяюсь и повторяюсь, но я верю, что зрелость, она и в этом и есть, зрелость. Зрелость не в том, сколько мне лет, а сколько, какая, действительно, какое у меня ожидание, действительно у меня ожидание, да, от того, от той личности, которая меня спасла и которая меня помнит каждый день. Или же я свои ожидания распыляю, на этот мир. Мы не знаем, друзья, я не знаю, что будет в Америке через два, три месяца, через год. Когда ты начинаешь слушать новости, боже мой, кажется, что уже конец света будет, не знаю, уже в конце этого года. Такое чувство, да? И что самое удивительное, как бы люди, иногда они не понимают, мне кажется, люди даже не понимают, какую информацию они передают. Иногда мне люди шлют информацию, вот это посмотри, это посмотри, да, там все, как бы, все уже, небо падает, да, все там, неужели, да, вот, неужели этот дух, который вот, который вот, именно таким языком пишет нам, да, нет, друзья, он говорит, что мы ожидаем, да, мы ожидаем спасителя нашего, явление которого будет заз силой и властью, вот что мы ожидаем, друзья, власти мира сего, да, они как бы, как бы, люди, да, правители мира сего, они, им кажется, что они решают здесь, они тут, не знаю, двигают горы, они там, не знаю, у них миллиарды долларов, у них миллиарды долларов, вы думаете, думаете ли вы, осознаете ли вы, какие стоят духовные, да, какие вот, духовные силы стоят, которые управляют, да, вот этими империями, они стоят, давайте почитаем книгу Даниила и увидим, и мы, какая, какая наша часть, друзья, сохраняйте покой свой, будьте в покое перед Богом, я очень советую отключить новости, просто, может быть, не знаю, какие-то новости, может быть, христианские, где-то может, можно слушать, но мирские новости, братья и сестры, вот просто, если мы без, не фильтруя, просто мы как бы поедаем, мы слышим, друзья, не удивляйтесь, что у вас будет страх, страх, да, потому что, дух, да, бес бесесеского, это дух страха, и он знает свою цель, вы не знаете, цель в том, чтобы в вас поселить сомнение, поселить сомнение в ваше сердце, в того, кто вас любит, чтобы посеять сомнение, чтобы вы перестали доверять, вот простому, да, вот этому словесному молоку, да, Божьего Слова, и принимали его в чистоте и в покое, отключите определенные, определенные источники информации, просто их отключите, вы будете просто, вы будете радоваться больше, честно говоря, вы будете просто радоваться, и самое главное, наступит мир и покой в вашей душе, аминь. Братья и сестры, будьте благословенны, храни вас Господь, и знаете, да, что все хорошо, Богу в доме Отца нашего, будем, будем просто там, где мы есть посажены, будем светом, будем солью земли, и верить, да, что у Отца нашего Небесного есть план, и этот план, чтобы Христос, Иисус был прославлен, чтобы Он был возвеличен, потому что в этом предназначение во Творении, чтобы Он все наполнил, и чтобы Он прославился во всем. Аминь. Дорогой Отец, спасибо тебе, спасибо тебе за простоту, за простоту твоего Евангелия, что это, что Иисус и есть все, что нам надо, Иисус и есть полнота твоя, спасибо за то, что в Нем мы имеем все необходимое, и прости нас, пожалуйста, что мы слушаем другую информацию, что мы отвлечены, Господь, мы отвлечены, прости, что мы отвлечены, мы не слушаем тихий голос, спасибо тебе за эту самую удивительную внутреннюю поддержку, которая у нас есть, постоянно, всегда. Спасибо тебе, слава тебе, Господь. Я прошу тебя, Господь, чтобы каждый из нас начал жить престолом благодати, от престола. С утра до вечера мы научились, учились жить престолом благодати, как цари и священники, как ходатай, как дети Божьи, как друзья твои, как сыновья и дочери, не как грязные грешники, когда думаем мы о себе. Мы не грязные грешники, мы дети Божьи, очищенные, оправданные, принятые, обновленные, наполненные Святым Духом. Вот какими ты нас видишь. Спасибо тебе за это. Мы благословляем тебя и благодарим тебя, что это истина. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Спасибо за молитвы. О нас. Мы молимся о вас, о тех новостях, которые слушают. Но самое главное, друзья, давайте будем держать друг друга близко к сердцу. Давайте напоминать друг другу. Не ждать, пока гром грянет, а напоминать друг другу. Когда кто-то у вас есть на сердце, напишите человеку, позвоните. Не ждите внешней поддержки. Живите внутренней поддержкой. И служите из этой внутренней поддержки тем, которые находятся в ней без надежды. Аминь. Храни вас Бог. Всем пока. С Богом.